Не очень люблю онлайн-шоппинг. Когда у тебя был метр семьдесят три? Улыбайтесь. Это всегда классно на фотках. Я бы в масс-маркете выбирала улыбку. Наверное, один из тоже близких секретов. Я очень люблю. Когда я ей не верю. Я просто слышала улыбку. Шучу, шучу, шучу. Ребята, сегодня я запускаю новую рубрику на своем YouTube-канале. Она будет называться «Вопрос-ответ». И в гости я позвала свою близкую подругу Ксению Аносову. Она старший редактор, запомнила я, журнала «Космополита». И, ну, как я говорила, по совместительству моя близкая подруга и именно сегодня она будет зачитывать все ваши вопросы, которые вы писали, и комментировать. И, наверное, ты будешь неким таким детектором лжи. Потому что меня очень хорошо знаешь. Вот. И твое мнение, оно мне не безразлично, поэтому мы сегодня будем в такой дружественной атмосфере все это зачитывать. Давай скажем про наклеечки, наверное, да? Да, у нас есть наклейки. Это подсуручек. Это не то, что вы подумаете. И камера. Когда Наташа, как все мы, живые люди, очень много разговариваем и очень много используем слов «паратит». Поэтому каждый раз, когда Наташа будет говорить какое-нибудь слово «типа», как бы, «блин» и так далее, мы будем клеить наклеечку на лоб. Ну что, начнем с красоты здоровья. На самом деле очень простая система. Мы разделили все вопросы на несколько тематических частей. Вот. И думаю, что Наташа, как такой знатный, известный, мельтиголик, человек, у которого я лично была в бане, и там я в руку негде упасть, и там негде упасть к отурную раду. Я начну с более абстрактных. Очень хороший вопрос нам задала Ильна Ярмур. Она спрашивает, расскажи во блоге о своих ритуалах красоты. Я очень большое внимание уделяю именно очищению кожи. И утром, и вечером я умываюсь различными бьюти-продуктами. Я очень люблю «Доктор Чар». Вот сейчас мы… Лучший умывалок. Да. Сейчас у них как раз-таки делают тест новых умывалок. И очень люблю «Ламер», тоже умывалки. Ну, разные, то есть такие темы, и все, что… И, конечно же, я увлажняю. Каш. Да, выпью. Наш спонсор второй. Это не вода, да. Наверное, один из тоже бьюти-секретов. Я очень люблю бане. И бане, и контрастное вот это воздействие на кожу, и на тело, и на лицо, она дает свой результат. Баня всегда мне помогают, я очень это люблю. Я не пользуюсь инъекциями. Занимаюсь спортом, как бы это банально не звучало, но это реально работает. Да, и, кстати, по поводу спорта нам задала вопрос Ирина С. Она пишет. Натали, здравствуйте, очень давно за вами слежу, и вот стало интересно. Расскажите, пожалуйста, своим подписчикам секрет своей замечательной фигуры. Придерживаетесь ли вы каких-то правил питания, или сама природа наградила вас такими данными? Я просто слышала облиц. Все, 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 все. Я ем мясо, я ем курицу, ты это знаешь, и, ну, то есть, просто в минимальных, ну, если говорить о еде, в минимальных каких-то количествах, тогда, когда я хочу это. Ну, я думаю, надо пойти дальше. У нас есть более конкретные вопросы по бьюти. Вот, например, вопрос. Подскажите, пожалуйста, каким кремом для лица вы пользуетесь? Я на данный момент пользуюсь кремом Ламе. Он мне очень подходит, но есть идеальные альтернативы в той же моей любимой натуре Сибирики, к примеру. Я очень люблю добавлять в обычные крема капельку маселы, кедрового ореха или кокосового масла. Тоже нужно, это очень все индивидуально, сложно посоветовать что-то конкретное, потому что у всех разная кожа. Поэтому, вот, если что-то побюджетнее говорить, то это, конечно же, натуре Сибирика. Я очень люблю ее. Какой парфюм ты бы сделала сама? Какие бы смешала компоненты, сделала бы его более цветочным или древесным? Слушай, прикольно. Я часто об этом задумываюсь. И, может быть, когда-нибудь в коллаборации с кем-то, вакансии открыто, мы сделаем свой аромат. Недавно, кстати, встретилась с маркой. Это марка двух путешественников, мужчины и женщины. И они каждый аромат посвящают определенному месту. Например, один из ароматов посвящен маленькой деревушке в Мексике, которая находится среди пустыни. И именно этот аромат, в сочетании каких-то вкусов, он именно обозначает вот эту вот жаркую дорогу в пустыне. И потом ты оказываешься в этом месте. Но я очень люблю восточные ароматы, древесные. Я очень люблю розу. Сладкое что-то. Сладкое, да, что такое манящее. Поэтому я бы как-то поиграла на эту тему. И вот inspiration был бы 100% восток. Наш любимый вопрос про реснички. Девушка пишет. Натали, дорогая, здравствуйте. Вам столько вопросов хочется задать. А задам самый вопрос. Мне нравятся ваши реснички. Вы делали ламинирование? И какую краску вы используете для волос? Два вопроса в одном. Спасибо вам большое. Ой, на самом деле у меня очень культурные подписчики. И все такие очень милые. Мне безумно это нравится. Я все вопросы прочитала. И надеюсь, мы будем продолжать эту рубрику. По ресничкам я ничего не делаю с ресничками. Хотя я ей не верю. Правда? Я всегда спрашиваю, Наташа, ты сделала реснички? Но сейчас я слышала, что очень много есть процедур. Это же ламинирование. И я видела эффект у девчонок очень крутой. Ну, прям классный. И вместо туши девочки делают эти процедуры. Ну, расскажи про тушь какую-то используешь. Я очень люблю самую обыкновенную простую тушь. Мейбелин. Желтенькую. Очень ее люблю. Вопрос. Добрый день. Поделитесь, как можно, например, выглядеть на все сто, не тратя на эту кучу денег и времени. Например, что можно классного приобрести у бренда H&M? Ну, или какие-то демократичные марки, подобные Google. Ты вообще... Я очень... Да, я ношу, очень его люблю. И большинство комплиментов, как бы это странно ни звучали, мне всегда делают, когда я ношу, к примеру, Zara. Всегда. Очень люблю Zara. И в разных странах есть такие разные коллекции у них. И это всегда сто процентов попадания, это всегда трендовые цвета, это всегда трендовый крой. И часто бываю, H&M тоже, часто покупаю базу, джинсы, майки, рубашки. И мне кажется, это очень круто. Топ-шоп, манго. Топ-шоп, да, топ-шоп. В манго я же сейчас захожу раньше, да, ну, то есть давно не покупала, но вижу на девчонках какие-нибудь. А вот купальники какие-нибудь? Калседония, Интимиссия, Мойшу. В этом году я амбассадора компании Интимиссия, поэтому, конечно же, я люблю купальники. И до подписания контракта в том числе, я бы иначе не работала с ребятами. Да, очень люблю, потому что, ну, даже говорить не стоит, потому что это соотношение цены-качество, фасона, модели. И всегда актуально. И вообще считаю, что купальник должен быть сезонным. Я бы в масс-маркете не выбирала обувь. Обувь все-таки должна быть качественная, и цена тут имеет большое значение. А массово, ну, а так нет вообще никаких ограничений. Я иногда аксессуары покупаю. У меня есть крутые сережки. Недавно в Заре купила в Каннах. Просто меня завалили вопросами, что это, откуда. Да, и я очень люблю. Просто не надо пренебрегать масс-маркетом. Хочу узнать ваш рост и вес. Метр семьдесят три. Когда у тебя было метр семьдесят три? У тебя, ты была ниже меня. Нет, я выросла. Ну-ка, иди сюда. Ты на каблуках? Каких каблуках? Конечно же нет. Я нормальный человек. Семьдесят три. Кто выше? О, а сколько там нет? Нет, у нас одинаковые обувь. Весело раньше сорок семь, сейчас сорок девять пятьдесят. Вопрос от женщины с непроизносимым ником. Откуда вы берете энергию? Это долгая история. Я как-то его рассказывала на влог, но моя команда вырезала это из влога. Потому что они подумали, что это слишком занудно. Да, это не вошло ни в одну серию. Но лет двенадцать назад я стала заниматься йогой и изучать разные техники дыхания, йоги, медитации. И вот, наверное, вот этот ритм изучения и познания мне дает много энергии. Моя команда знает, и Ксюша тоже знает, что я мало очень сплю. И очень комфортно себя чувствую. Это вопрос внутреннего состояния, внутренней концентрации. Я постоянно развиваюсь, сижу за собой, медитирую. И это дает мне очень много энергии, правда. Вернемся давай к вопросу об украшениях. Я восхищаюсь вашими украшениями. Подскажите, с какого недорогого, но качественного бренда, что немаловажно, начать свой путь в украшениях? Я максимально стараюсь, ну, не обращаю на марки. То есть, если я даже где-то в каком-то городе иду, даже в Москве я могу зайти в магазин, заглянуть. Сейчас доступ к аксессуарам есть везде. И все привозят их из разных точек, разного качества. Начиная от Таиланда, заканчивая ближайшей Грузией. Очень люблю какие-то вот молодых дизайнеров. Они сейчас очень активно делают разные. Где их купить? Где их купить? В Москве или онлайн? Онлайн есть несколько магазинов. Вандер-вандер, они здесь, девчонки находятся. Очень крутые. Мор из лав, тот же мой любимый. Не очень люблю онлайн-шоппинг. Я, как человек из Старой Гвардии, я больше люблю... С 90-х? Да-да-да. Прийти, потрогать, побыть в магазине, пообщаться там с дизайнером или продавцом. Так, скептически отношусь к онлайну, но периодически к нему прибегаю. Но тоже возвращаюсь в тот же масс-маркет. Всегда есть какие-то прикольные штучки. Ну, всегда. Вот я говорю, что вот недавно купила в зале такие золотые сережки, они такие круг, но он как будто помятый. Я видела их. Они классные, они реально. Тяжелые? Немного, но комфортно. Клипсы люблю. Люблю сейчас очень модные. Моя любимая Лесиня, я бы сделала кучу клипс в таких виде. Груши, розы у нее. Сейчас у нее абрикосы, кусочки. По-моему, она сейчас сделала еще горошек. Ну, прикольно. То есть, какие-то такие истории всегда есть. Сейчас в интернете есть практически все. Как позировать для фото? Под каким углом? Дайте совет, как сделать быстрый и натуральный мейкап. Вообще, у каждого человека лицо несимметричное. Да. Мы не видим. Я открою сейчас. Лишь и горкачатся глазами. И просто встаньте перед зеркалом и покрутитесь в разную сторону. С какой стороны вы будете более симпатично выглядеть, значит, это ваша сторона. Если не с какой, идите спать. Значит, вы не выспались. Да, ну, может, сверху, снизу, да, какие-то ракурсы. Вы должны понимать. У меня тоже этот ракурс есть. Всегда фотографируйтесь перед светом, чтобы не было никаких теней. Смотрите, если это искусственный источник света, всегда вы должны будете повернуты к нему лицом. Если это солнце, там, извините, вам нужно максимально поднимать голову, чтобы не было тени и как-то не искажалась ваша форма лица. Улыбайтесь. Это всегда классно на фотках. Вот, да? На самом деле, это вообще абсолютно стопроцентный факт. Если плохое настроение отпугивает людей хуже, чем перцовый баллончик. А, и, кстати, вопрос про настроение. Вы всегда в отличном настроении. В чем секрет? Та-дам! Ну, я, что, реально всегда в хорошем настроении? Нет, но ты умеешь, мне кажется, переключаться. Я, как и любой человек, могу быть усталой, меня может что-то раздражать. А, но не робот. Или я могу, ну, то есть, просто быть не в духе. Я просто не погружаюсь в это состояние. Я прям фиксирую это, что, ну, сейчас что-то не очень. Я не культивирую это, а просто начинаю думать о чем-то хорошем. Или делаю себе что-то приятное. Я иду, почитаю книгу, послушаю любимую музыку. У меня она безумно поднимает настроение. И вообще вопрос про состояние энергии, это возвращаясь к вопросу к медитации. Я очень много занимаюсь разными практиками. И вот они, конечно, помогают мне не падать в какую-то эмоцию. Ну, особенно отрицательно. Ну, и вообще, жизнь так прекрасна. И, ну, это правда. И столько всего интересного. Здесь так красиво. Я перестаю дышать. Не. Вот, на самом деле, есть очень хороший вопрос от Венди Брэнди. Она написала. Наталья, здравствуйте. У меня нестандартная внешность. Как перестать себя стесняться, обращать внимание на взгляды и не бояться делать то, что нравится? Я очень рада, что ты зачитала этот вопрос. Я тоже. Он прекрасный. Я зашла на профиль этой девочки, когда смотрела вопросы. Это очень красивая девушка. У нее, я бы не сказала, необычная... Да, у нее необычная внешность, но необычное, я говорю слово, как гордость. В Венди Брэнди сотни, тысячи людей хотят быть чем-то особенным. Они делают стрижки, они красят волосы в другой цвет, они делают татуировки, они ведут себя эпатажно. Лишь бы отличаться от людей. Вам это дано с рождения. Это настолько круто и уникально. Гордитесь этим, несите это в массы. По поводу взглядов, это вопрос тоже только вашего внутреннего состояния. То есть, если вы внутри себя не будете сомневаться и будете этим гордиться, любить себя, ну, надо всегда начинать с себя, то и окружающий мир будет на это реагировать абсолютно по-другому. Да, и тем более взгляды. Если на вас смотрят, возможно, это взгляды восхищения. Тут проявилась восточная мудрость Мурады. Да, это было так приятно. Почему ты это не прочитала? Когда она мне это написала, меня, ну, вот, пробило током. Я стараюсь балансировать. У меня нет такого, что, боже, мне уже плохо. Вот это сенсация. Сейчас наступил момент, когда я реально хочу детей.